5 декабря во всем мире свой праздник отмечают те, для кого помощь другим – это неотъемлемая часть жизни. Волонтеры всех возрастов и направлений всегда готовы прийти на выручку, будь то помощь животным, пожилым людям или экологии. О том, как развивается добровольчество в нашем регионе, расскажет Екатерина Дементьева. Коля Бергер решил заняться волонтерством полтора года назад. За это время успел понять, что не сможет однажды просто взять и перестать помогать. Добровольчество для меня – это просто человечность. Человек, он есть, без добра он не может жить. То есть есть человек. Если с ним нет добра, получается, это не человек. Ну, с моей точки зрения, это так. Если бы не было добрых людей, например, ну, ничего бы не было просто. Человечество вымерло моментально. Разделяющих позицию молодого человека в нашем регионе уже более тысячи человек. И это только те, кто не скрывает своих намерений. Ведь многие люди считают, что о добре не стоит кричать. Однако у сотрудников ресурсного центра добровольчества иная точка зрения. Для ребят, которые присоединяются к нам в волонтерское движение, в добровольчество, есть достаточно много различных возможностей. Перед ними открывается каких-то преимуществ, привилегий. Начиная с той же волонтерской книжки, которую они заводят, в которую начисляются часы, проставляются какие-то их достижения. Ну, это своеобразная трудовая книжка, только для волонтера волонтерская. Кроме этого, волонтеры могут принимать участие в масштабных всероссийских или международных мероприятиях, бесплатно обучаться и стажироваться, знакомиться с интересными людьми, получать бесценный опыт и дружбу на долгие годы. На самом деле, есть ребята, которые не ассоциируют себя с волонтерами-добровольцами, но на самом деле таковыми являются. И для них было бы большим плюсом, если бы они обозначили себя как добровольцы, допустим, в каком-то объединении, направлении, и в полной мере уже могли получать все эти меры поддержки. Сейчас в Ненецком округе активно работают несколько направлений добровольчества. Событийное и социальное волонтерство, волонтеры акции «Взаимопомощи мы вместе», волонтеры победы и другие. Количество желающих присоединиться и стать частью добрых дел только растет среди жителей региона всех возрастов. У нас в округе самым популярным на сегодняшний день направлением добровольчества является экологическое. Мы живем рядом с природой, лес у нас близко, и особенно школьники, молодые ребята очень любят осуществлять сбор мусора сезонный. Очень много школьников и наших граждан собирают вторсырье, передают его на переработку. В добровольчество, как правило, стремятся либо молодежь, либо люди старшего возраста. Так называемые «серебряные волонтеры» – те, кто старше 55 лет, проявляют большую активность в каждом из направлений деятельности. Детям больше всего нравится участвовать на массовых мероприятиях. В качестве волонтеров, как ростовые куклы, на каких-то станциях стоять. Серебряным волонтерам очень нравится участвовать в экологических мероприятиях. И досуговые мероприятия для них очень для всех хорошо заходят. Двери мироподдержки и взаимовыручки всегда открыты для желающих. Добровольчество – это то, где не имеет значения ни возраст, ни пол, ни цвет кожи. Ведь, как известно, у добра нет национальности.